Здравствуйте, уважаемые пациенты. Мне часто задают вопрос о том, что будет проходить на психотерапии, если пациент на нее решится. И я расскажу об одном из способов психологической работы, который мы проводим в Институте Петрова. Надо сначала затронуть вопрос о психической адаптации. Что она из себя представляет? В основе психической адаптации человека лежит стереотип поведения, привычно используемый при определенных обстоятельствах. То есть психическая адаптация – это процесс, при котором одни психические состояния сменяются другими. Само психическое состояние – это реакция функциональных систем на внешние и внутренние воздействия, направленные на получение полезного результата. Это целостная реакция личности на внешние и внутренние стимулы, направленные на достижение полезного результата. В процессе лечения пациент также проходит и психическую адаптацию и к самому заболеванию, и к самому лечению. И одно или несколько психических состояний для пациента в процессе психической адаптации во время лечения может быть труднопереносимым. Например, это может быть процесс общения с кем-то из близких, или взаимоотношения с врачом, или переживание одиночества и так далее. В результате, чтобы избавиться от тяжелых переживаний, человек предпринимает попытки разного рода и старается изменить ситуацию. При этом, если попытки не могут никак увенчаться успехом, то настроение снижается и возникает истощение. В этот момент происходит формирование симптома. И этот симптом чаще всего является повторением того, что уже человек испытывал. То есть в прошлом у пациента подобный симптом уже наблюдался. Что может быть в качестве симптома? Это может быть, например, повышение артериального давления, или бессонница, или тошнота, или какой-либо стереотип поведения. После того, как этот симптом мы убираем, мы проводим поиск ресурсов для того, чтобы совладать со сложившейся ситуацией. И актуализируем этот ресурс. То есть вот фактически это основа психотерапии. Подробнее немного о симптоме, замещающем комплекс. То есть это может быть соматическое функциональное недомогание, бессонница, тошнота, или стереотип поведения, которому будут сопутствовать когнитивные, вегетативные и моторные реакции. И задача психотерапии – выявить этот симптом и показать пациенту, что это действительно не имеет никакого прямого отношения к той конфликтной ситуации, которую пациент пытается разрешить. В процессе психотерапии пациенту предлагается нервно-мышечная релаксация для того, чтобы помочь расслабиться. Затем предлагается постепенно, шаг за шагом, погружаться в прошлое под контролем психолога, естественно, все это происходит. И поиск в прошлом аналогичной ситуации или переживания с опорой на телесные ощущения. После того, как аналогичная ситуация будет найдена, эта ситуация обсуждается с психологом, проводятся аналогии между прошлыми и настоящими событиями. Наряду с этим выявляется ресурс, с помощью которого пациент в прошлый раз справлялся с аналогичной ситуацией. Кроме того, это помогает пациенту увидеть то, что симптом, появившийся у него, это только наслоение на конфликтной ситуации. То есть это способ избежания решения, принятия решения. Ну и в дальнейшем это актуализация ресурса и помощь психолога в этом вопросе. Надо также сказать, что важно отметить, что гипноз в процессе телесно-ориентированной психотерапии не используется. Поэтому беспокоиться на этот счет не нужно. Если есть какие-то вопросы, то я готова на них ответить. И спасибо за внимание. Продолжение следует...